Николай Николаевич, какую технику Вы используете и почему эту технику используете на уборке картофеля? Ну, во-первых, мы картофелем занимаемся 15 лет. Конечно, были предложения использовать тогда еще оставшуюся советскую технику нашего отечественного. Но дело в том, что я с первых дней себе цель поставил сделать, вот как раз не достигать высот в денежном выражении, а сделать предприятие, которое соответствовало бы европейским стандартам, чтобы действительно у нас в России было предприятие, которое соответствует тем же стандартам Европы по технике, по возделанию и так далее. Поэтому было принято решение покупать импортную технику, это и трактора Джандир, трактора КЛАС, ДОИС-ФАР, и вся уборочная техника, обрабатываемая в Риме, это... Ну, на тот день, 15 лет назад мы ездили, смотрели, были, конечно, предложения от голландцев, но все-таки мы посчитали, я сам по образованию инженер, техник-механик, мы ездили вот так по полям, смотрели и не ошиблись. В Риме это работает, у нас уже 4 линии Риме по упаковке, у нас 5 комбайнов в Риме, это прекрасная техника, сажалки в Риме, ну, что перечислять, вся техника гримовская, да, вся картофельная линия, вся гримовская. Техника, я хочу сказать, даже те наработки, которые они по стандарту, по паспорту, как бы, предназначенные для любой техники гримовской, они в 3 раза, в 4 раза превосходят. Потому что если на сегодняшний день на 1200 гектар, это мне нужно иметь 10 комбайнов, а у меня всего 5. И это благодаря то, что, конечно, кадры у нас самые лучшие в области, и в России, я хочу сказать, готовятся очень серьезно, это универсалы, вы видите, какая техника чистая, красивая, трактора, и отношение к технике очень серьезное. Мы готовим зимой технику всю, и практически на сезон, вот на 1200 гектар нам хватает без ремонта, без ремонта мы проходим этот сезон. Вот, поэтому техника прекрасная, даже не хотим переходить ни на что другое пока. Ну, во-первых, это даже не целесообразно, потому что у нас уже есть склад, где есть какие-то запчасти временно, вдруг что-то поломалось в поле. А имея еще голландскую и другую технику, это нужно, ну, как бы, взаимозаименяемость этих запчастей очень влияет на это, поэтому мы вот такую линию выбрали и работаем уже 15 лет. Добрый день, меня зовут Диченко Олег, я руководитель отдела продаж овощной техники и растительных систем компанией Агротехник. На рынке мы работаем 14 лет, на рынке сельхозтехники. Все эти годы мы занимались поставками овощной техники для возделывания, уборки, хранения овощей. Все эти годы работаем с Николаем Николаевичем. Таких клиентов у нас, конечно, очень мало, крупных. Но вообще все овощники Юга России работают с нашей компанией. У нас в линейке на сегодняшний день есть техника для подготовки почвы овощей, для посадки, посева овощей, для возделывания, орошения, для уборки овощей, техника для закладки на хранение, для управления микроклиматом в хранилищах, а также для выемки из хранилища, для предпродажной подготовки, взвешивания, фасовки овощей. Широкий ассортимент. Да, большинство этой техники вы сегодня сможете увидеть в хозяйстве Юзефа Николая Николаевича. Но о качестве этой техники, наверное, лучше расскажут специалисты, которые эксплуатируют непредвзятым взглядом. Спасибо за внимание. Николай Николаевич сказал уже. Об особенностях комбайна, который мы посмотрели, расскажите, пожалуйста, в чем его плюсы и какие-то нюансы работают. Комбайн СЕ-150-60. Это такой родоначальник, это первенец в комбайнах с боковым подкопом. Вы видели, что трактор идет по выкопанному. Состоит очень техника простая, надежная, легко обслуживаемая. Скажем так, если сделать хороший ей межсервисный ремонт, она в сезон, наверное, отрабатывает свою, без серьезных поломок. Принципиальная схема такая, что подкапывающее устройство может оборудоваться грядневыми барабанами, различные степени лемеха, позволяют нам производить копку на междуряде 75-90. Также мы можем подбирать гряду, и этот комбайн может работать путем обогащения. Также может работать по методу двухфазной уборки, когда, допустим, мы выкапываем копалкой, выкладываем два волка, и комбайн идет, подбирает, и уже отгружает в транспортное средство. Широкий выбор шага транспортеров первого и второго позволяет производить копку практически в любых условиях. Эти комбайны компании «Гримы» произведены уже более 4 тысяч единиц. Работают практически в России от Астраханской области и заканчивая Дальним Востоком. В связи с тем, что эти комбайны могут сепарирующими устройствами в различной степени. Четыре сепарирующих устройства может оборудоваться комбайн различными для различных почвенных условий. Что еще хочется сказать? В комбайне много опционаля. Комбайны есть очень простые, есть более продвинутые, и машина абсолютно модульная, и мы можем под любые условия почвенной, под любые схемы посадки работать этим комбайном, потому что в этой версии достаточно и широкая ось, и более большой бункер позволяет на этой серии ставить 7,5 тонн бункер. Можно работать с бункером-перегрузчиком с отгрузкой в транспортное средство. Там бункер немножко поменьше, 5,8 тонн. Стандартная машина имеет бункер 6-тонный, что в принципе позволяет нам производить копку и отгрузку в транспортное средство достаточно с высокой производительностью. На бункер оборудован у нас двухскоростным редуктором, который позволяет с различной скоростью выгружать продукт. Начально медленно, когда уже в транспортное средство в кузов попало, можно увеличить скорость выгрузного транспортера и достаточно быстрая разгрузка. Скажу еще то, что послужил прародителем большой серии комбайнов СЕ-200 есть комбайнов 280-й, которые системой сепарации может оборудоваться АРСЭП, то бишь там идет у нас отделение камней за счет воздушного потока. Есть комбайны с 9-ти тоннами бункерами. Поэтому система сама сепарации, конечно, у нас состоит из первого транспортера, второго просеющего транспортера, отделение крупной ботвы и три сепаривающих устройства в зависимости от почвенных условий мы их подбираем. Эта концепция у Грима оказалась очень удачная и я думаю, комбайн развивается и уже на основе вот такой сепарации есть четырехрядная машина ВЕНТОР с системой сепарации ИСЕ. Да, хорошо. А скажите, какова скорость уборки в комбайне? А вы же видите, это все зависит от опыта, от умения работать с землей. Это в основном агрономический, наверное, фактор. Потому что, как вы можете наблюдать, вот три комбайна ходят по полю, и мы видим, что на переболочном столе отсутствует персонал. И если мы сейчас подойдем к комбайну и поднимемся на него, заглянем в бункер, вы увидите, что там, в принципе, чистый картофель. Главное, правильно скомпоновать машину. Как я говорил, у машины много возможностей для различных почвенных условий, но это надо грамотно скомпоновать. И опять же, персонал, обслуживающий, рабочий, оператор, трактора, механизатор, агроном, и вот, пожалуйста, вам результат хороший. Да. Ну, а все-таки, вот по ценам, здорово, удорожание произошло в нынешнем году на технику, на запчасти? Скажем так, у нас, наверное, все-таки за счет курсовой разницы в основном произошло подорожание. Комбайны, вот эти, сервисы, в связи с тем, что мы выпустили, компания Гримм выпустила уже более четырех тысяч штук рабочих единиц, уже на протяжении трех лет действует определенная скидка, такая юбилейная акция, да, на эту продукцию, которая, ну, составляет на данный момент, наверное, порядка семь тысяч евро, около этого, ну, что составляет, наверное, порядка трех с половиной, четырех процентов от стоимости комбайна. и опять же, нету такой цены, да, все зависит от того, как вы скомпонуете машину. И ценовой диапазон, ну, грубо говоря, если взять стандартную машину, которая может работать и будет себя хорошо показывать в поле, ну, это начинается от 200 тысяч евро, и если мы говорим уже о машине, как вот Николая Николаевича, это с приемным транспортером, это порядка, наверное, 220-225 тысяч. Дежевые не покупаешь, давай. Наверное, я скажу больше, потому что те наработки, которые происходят у Николая Николаевича, вот он скромничает, да, по технике грима, у вас пятого или шестого года сажалка? Третьего. Третьего года картофелепосадочная машина, она уже в принципе морально устарела. Ага. тем не менее, она свой функционал выполняет. Она нормально работает. Она работает. Это говорит о том, что вот техника грима сама по себе очень надежна. Да, на нее уже там определенную электронику не посадишь, она больше механическая. Последние вот у вас они хорошие такие уже банды. Ну и старая техника работает. И скажу так, что Николай Николаевич начинал работать с БРом. Да. немножко совсем другая сепарация. И он до сих пор и есть. И вот до сих пор работает и свою работу выполняет. Хорошо, спасибо. Скажите, комбайн работает вместе с трактором Джон Дир, да? Класс. А, класс. И Джон Дир, и Класс, и Дуич Фарла. Агрегатирование вопросов. Агрегатирование. Да. Агрегатирование. Редактор субтитров А.Семкин